Это не промзона на окраине города и не заброшенный пустырь, как на первый взгляд может показаться. Главный транспортный центр Одинцова, станция РЖД, сегодня выглядит так. Ржавые конструкции моста, разрушенные ступени, неудобные пандусы, горы мусора и в буквальном смысле валяющиеся на земле пьяницы. Ежедневно пользоваться этой инфраструктурой – настоящее испытание для горожан. Мириться с такой ситуацией не намерен и общественник Михаил Белозуб. Две недели назад к нам выезжали представители РЖД, очень большой делегации, компании, которые занимаются уборкой. Но, к сожалению, вы видите, после их приезда как мусор был, так и остался. Многочисленные обращения в администрацию округа и в РЖД дали лишь такие же многочисленные отписки. Главный вопрос – кому принадлежит территория вокруг станции? Поиском ответа на него серьезно занялась участник инициативной группы Ирина Панферова. За каждый участок здесь отвечает кто-то отдельный. Один убирает пять метров от моста, другой убирает еще три метра под мостом. И в итоге, соответственно, никто ничего не убирает, номера этих людей нам не предоставляют, поэтому мы банально не знаем, к кому нам обращаться. Серьезные опасения у жителей Одинцова вызывает и сам мост через железнодорожные пути. Его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А ведь этот мост – практически единственная связь с другой частью города. Эту полосу препятствий ежедневно приходится преодолевать и молодой маме Дарьи Щитовой. Вообще, это ужасно, если честно, мы постоянно сходить на ту сторону. Это для нас что-то очень тяжелое, только с мужем. Но сейчас пришлось возвращаться одной, и вот такая подлянка, можно сказать. Недовольство местных жителей понятно. Реконструкцию Одинцовской станции ждут более десяти лет. Но ВОЗ и ныне там. У меня на районе живет инвалид-колясочник. Вот он катается на коляске. Вот ему только по эстакаде такое ощущение надо вместе с машинами ездить. Как вот он здесь поедет? Вот на таких вот пандусах. Ходим очень часто на ту сторону, то в бассейн, то заниматься, то на электричку. Практически каждый день. Зимой проблемы и падаем, и скользко, и все. Сейчас вон все ходуном ходит лестница. То есть, ну, слава богу, без травм пока, но случаи здесь были, знаем, печальные. Станции РЖД только за сутки пользуются более 30 тысяч человек. До каких пор люди будут терпеть такие неудобства, вопрос остается открытым. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.